Клинцовские кванторианцы получили сертификаты об окончании учебных модулей. Учебный год в Клинцовском детском технопарке Кванториум завершился проведением итоговой аттестации. Кванторианцы на итоговых занятиях перед внутренней комиссией учреждения отчитывались о достигнутых успехах, выполненных проектах, подтверждали полноту полученных знаний. Некоторые из представленных работ и завложенных в них практической и логической составляющих можно использовать для обучения школьников. Так, например, семиклассник Дмитрий Писарев под руководством педагога дополнительного образования Бакула Татьяна Викторовна создал прибор, способный выводить текстовую информацию на жидкокристаллический дисплей и представляющий пользователю управление этой информацией при помощи кнопок. Кроме этого, Дмитрий создал двухкодовый Тетрис, простейший компьютер, собранный кванторианцем на платформе Ардуино. Интересен еще и тем, что с его помощью можно без лишних сложностей осваивать написание компьютерного кода. Все те, кто знаком с историей программирования, знают, что современные программисты искусство писать точно и лаконично постигали именно на таких устройствах. Код для выбранного контроллера содержит как авторские изыскания, так и набор скриптов из свободно распространяемых библиотек. Реализовывая проект, рассказал Дмитрий на презентации, что задумал создать такое устройство, которое сможет собрать абсолютно любой школьник. Радио детали выбирал, ориентируясь на цену и пригодность. Корпус собрал из детского конструктора. Все это сделал быстро, но сложнее было написать алгоритм и код, ведь жидкокристаллический дисплей — это не монитор компьютера. Другой кванторианец, ученик пятого класса, Тимофей Шитый, обучается у Аксёненко Ирины Александровны. Он написал в программе «Варвин» игру «Лес волшебства». Её реалистичность и простота управления поведением юнитов близки к тем бродилкам, которые любят играть сверстники Тимофея. В качестве главного героя он выбрал светлого колдуна, который должен сварить зелье и победить древнее зло. Для этого колдуну предстоит выполнить несколько заданий. Среди них — поиск древней заговорённой кости и специальных кнопок. Кнопки позволяют получить для зелья волшебные яблоки и лимон. В финале бродилки игрока ждёт бонус — клад с золотыми монетами. Занимаясь созданием игры, поделился Тимофей с комиссией, понял, что для того, чтобы она получилась увлекательной, нужно продумывать каждую мелочь. Разработчик должен поставить себя на место игрока и постоянно задавать себе вопрос, а интересно ли играть. В этом учебном году большинство кванторианцев получили сертификаты об окончании учебных модулей с уровнем освоения высокий. Такого результата старались добиться как педагоги дополнительного образования, так и ребята. Валерий Николаевич Бессмертный, директор Клинцовского детского технопарка, во время вручения сертификатов обратился к обучающимся. Ребятам он сказал, молодцы, что воспользовались шансом повысить уровень своих знаний. Знания, которые вы здесь получаете, пригодятся как на школьной скамье, так и при обучении в УЗИ. Также от лица всего педагогического коллектива Валерий Николаевич попросил ребят передать слова благодарности родителям за доверие. Руководитель подчеркнул, что приложим максимум усилий, чтобы в дальнейшем развивать таланты наших детей. Продолжим формировать у них новые навыки и компетенции. Продолжение следует...